Здравствуйте, дамы и господа! В этом видео я расскажу, как понять, что вы встретили своего мужчину или свою женщину или своего человека. Поделюсь как личным опытом, так и на примере девушки Маши, пожую важные нюансы и расскажу, в какие ловушки попадают люди. Итак, если девушка Маша встретила в своей жизни какого-то человека, с которым у неё сразу одна волна, он сразу же какой-то родной, близкий, может быть ощущение родного дома, что очень легко общаться, как будто вы всю жизнь знали друг друга. Может быть резонанс по всем чакрам или хотя бы по большинству чакр. В этом случае иногда говорят, что мы встретили своего человека. Причём это может быть даже не родственная душа. Это может быть просто человек, у которого похожая, близкая к нашей энергетика. И есть какой-то резонанс по взаимной, по натальной карте. И теперь, внимание, в мире может быть очень много людей, которых можно встретить и ощущать, как что это мой человек. Вот то, что я описал. При этом это может быть даже не родственная душа, потому что родственных душ, их немного. Это души, которые относятся к нашей группе развития, с которыми мы вместе часто воплощаемся в разных ролях и встречаемся на земле. При этом, обращая внимание, что то, что обычно вкладывают в понятие мой мужчина и моя женщина, это чуть-чуть другое. То есть, это не то, что вот таких вот людей очень-очень много. Очень-очень много людей со схожей энергетикой. Конечно, людей, у которых энергетика вообще на нашу не похожа, их ещё больше. Но тем не менее, людей, у которых энергетика очень сильно может быть похожа на нашу, и с кем могут быть резонансы по многим чакрам и по натальным картам, таких людей в мире предостаточно. Поэтому это первая ловушка и ошибка, в которую попадают люди. То есть, если они раньше таких людей не встречали, а потом встретили, им кажется, что всё, вот это вот оно. Но это может быть, может быть оно, но далеко не факт. Далее, следующая ловушка, в которую попадают люди. Вот смотрите, Маша, допустим, так часто бывает, живёт, ну не совсем проснулась, ещё так неосознанно спит наяву, можно так сказать. И вот Маша встречает какого-то человека, который её будет, который её разбудил, который её разморозил, который её оттаял, произошёл, произошёл резонанс по чакрам, соответственно, пробило вот эту пробку, и у Маши открылись глаза, и она как будто пробудилась ото сна. И в этой ситуации у Маши могут возникнуть и часто возникают чувства сильные именно к этому человеку, который её разбудил, который её оттаял, разморозил и так далее. И Маша может думать, что тоже всё, это он. Или того, что вот это вот мой мужчина, потому что он меня разморозил. Это тоже большая ошибка. Машу мог разбудить какой-то женатый мужчина, который уже априори не Машин, а чей-то чужой мужик. Машу мог разбудить какой-нибудь нарцисс, манипулятор или бабник, который Маше в принципе нафиг не сдался. Машу мог разбудить человек, которому в принципе отношения не нужны. Машу мог разбудить человек, которого она просто встретила на улице, или это какой-то доктор, или это какой-то прохожий, массажист, тренер там и так далее. То есть я вам рассказываю именно из практики консультирования по этой теме из жизни. Очень часто женщины, девушки играют по жизни в такую игру. Но это подсознательно происходит. Я думаю, вы все её знаете. Она называется «Спящая красавица». Итак, по легенде Маша-принцесса-красавица спит. И чтобы она проснулась, её должен поцеловать подходящий человек. То есть какой-то вот её человек её должен поцеловать, а тогда она проснётся. И вот она за этого принца, который её как бы разбудит своим поцелуем, она выйдет замуж. И вот девушки в это играют, получается. Ну подсознательно эту программу реализуют в жизни. Кто-то Машу будет, и у Маши возникают сильные чувства к этому человеку. Но очень важно понимать, что это просто программа. То есть это не про любовь. Да, здесь может быть совпадение такое, что тот, кто разбудит Машу, допустим, это будет её близнецовое пламя. Такое может быть, да. Или что это будет какой-то человек, которого тоже можно будет назвать, что вот это Машин человек, да, мой человек. Мой Машин мужчина. Но очень часто Машу будет просто какой-нибудь мужчина. Потому что, ну, сколько уже можно спать? У меня в жизни был опыт, когда я встретил девушку. Ну, то есть я встречал разных девушек, но вот одну потом встретил. И такой был резонанс, что я чувствовал, что встретил своего человека. Что сразу же человек родной, сразу же мы на одной волне. Ну, я записывал про это отдельное подробное видео. Но я всё равно не мог назвать и не мог чувствовать, не чувствовал эту девушку, как вот, что это моя женщина. Я всё равно искал, я всё равно искал её, ту самую, которая моя женщина. И я её нашёл. Я нашёл Близнецовое пламя. Но важно понимать, что ваш мужчина, например, это не обязательно Близнецовое пламя. Потому что программы воплощения, развития могут быть разные. Иногда Близнецовое пламя в принципе не воплощено. Или может быть какой-то сценарий, что вы воплотитесь, но вы будете развиваться как-то в разных семьях, например, вообще не контактировать. Может быть очень по-разному. Зависит от программы воплощения. Ну и, конечно, от вашего свободного выбора тоже. То есть тут нужно учитывать и заложенный план, и вашу свободу воли. Потому что если вы, ваше Близнецовое пламя воплощено, и вы хотите встретиться, построить отношения, то вы встретитесь и построите отношения. Как я понял, что это моя женщина? Сейчас я буду рассказывать не про признаки Близнецовых пламён, потому что про признаки у меня записано в несколько отдельных видео. Сейчас я именно делюсь каким-то личным опытом и кусочками пазла с такой позицией, чтобы люди, ну любой человек мог понять, насколько вот это их мужчина или их женщина. Того, кого они встретили. Итак, смотрите, что важно. Очень важный момент, что людям очень хорошо просто вместе. Не важно, что делать. То есть что-то можно делать, можно ничего не делать. Можно просто молчать, можно чем-то заниматься. Если разговаривать, то тоже, опять-таки, интересно разговаривать о чём угодно. Интересно ходить куда угодно. Главное вместе. То есть вот этот принцип «всё вместе» и этого уже достаточно просто от этого удовольствия. Причём это не только в начале отношений. Уже прошло много лет, это как было, так и осталось. Что вместе, независимо от того, что мы делаем, где мы делаем, как мы делаем, или просто ничего не делаем, но мы вместе, от этого просто получаем удовольствие. Следующий момент. Одинаковые вкусы в музыке. Это реально важный момент, потому что у меня был этот опыт, где человек вроде мой, но в музыке что-то расхождение какие-то. И представьте, я не могу слушать. Вот она слушает музыку какую-то, а я не могу это слышать. Я говорю, ну выключи, я это не могу слушать. Или я тоже что-то слушаю, а она это не может слушать. Ну где-то есть пересечения, но много несовпадений. А музыка, это же не просто так. Это значит на глубинном уровне энергетика есть там какие-то важные отличия. То есть нету резонанса, ну в достаточной степени нету резонанса. То есть предпочтения в музыке одинаковые. Они говорят о глубинных каких-то, ну такой совместимости, назовём это так в данном случае. Далее, что ещё? Предпочтения в еде. Они косвенно примерно о том же самом говорят. То есть мы можем есть, например, блюда друг друга. То есть мне нравится, что она выбирает. Ей нравится то, что я выбираю. Мы можем есть вообще из одной тарелки. И кто-то может там подумать, фу, из одной тарелки, как это? Я, например, у меня тоже такое было когда-то. Но до того, как я вот не встретил именно свою женщину. Ну и вообще такая базовая важная вещь, что у вас одинаковые взгляды на взаимоотношения. То есть вы видите отношения вот так и хотите, чтобы было вот так. И женщина или в вашем случае мужчина видит тоже отношения так же, как и вы. Ну или вы, по крайней мере, высказываете друг другу это, как хочется, чтобы это было. И пазл складывается. То есть роли в порядке. То есть кто какую роль хочет играть, кто чем хочет заниматься, как это люди видят. То есть это должно совпадать. Это вообще базовое. То есть как вы видите взаимоотношения, как партнёр видит взаимоотношения. Потому что если здесь расходятся, если вот в таких моментах какие-то глобальные ценности расходятся, то это никак не может быть ваш мужчина. Даже если у вас там космический интим и космическая интеллектуальная связь, ну и что? Этого недостаточно, понимаете? Это как бы само собой. То есть это само собой должно быть. Не нужно думать, что вот это всё и теперь ради этого я буду терпеть что-то другое, что мне не подходит. Всё, что вот вылетает из рта другого человека, это всё интересно. О чём задумывается, как какие-то ситуации воспринимает, как анализирует, какие вопросы возникают в голове. Ну вот всё интересно. Кому нужно больше информации про близнецовые пламена, про родственные души, я записал на эту тему отдельный плейлист. Ссылка будет в описании под этим видео. Кто хочет разобраться в себе, во взаимоотношениях, в ситуации, понять, кого вы встретили, близнецовое пламя или что-то другое, понять перспективы взаимоотношений, приглашаю на онлайн-консультацию. Узнать подробности и записаться можно вот здесь вот вверху по ссылке. Желаю вам всем счастья, любви, радости, удовольствия от жизни и, ну, всем женщинам найти своего мужчину, всем мужчинам найти свою женщину и построить гармоничные отношения и наслаждаться ими. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok